Всем салют ребята! Как знаете, после обновы появился новый побочный квест в Велине с названием «В тени вечного огня», который даже перевели оригинальные актеры дубляжа. Даже сам Всеволод Кузнецов, голос Геральта. Этот квест можно найти рядом с чертовой ямой, где нас встретит жрец вечного огня, который объяснит, что тут вообще происходит. Кстати, проходить квест лучше свыше 15 уровня, иначе будет трудновато. По сути, весь этот квест сделан для того, чтобы ввести броню и мечи из сериала от Netflix. Кому-то это может не понравиться, но сам квест этот очень интересный, поэтому стоит его пройти до конца. Да и броня и мечи выглядят довольно таки прикольно. В общем, нужно зачистить шахту от бандитов и уничтожить какого-то злого духа. В глубине шахты, в соляной пещере, неспокойно. В старых хрониках говорится, что там живет некто или нечто. Дух, который разносит заразу и шепчет по ночам. Поэтому зачищаем территорию от бандитов и заходим в шахту. Раньше, кстати, тут двери были, но зайти нельзя было. Вырезанный контент, который не попал в релиз игры. А тут наконец-то добавили эту локацию. Если не хотите пропустить интересные моменты, надо исследовать все закулки пещеры. В дальнейшем это поможет для полного раскрытия истории. При исследовании пещер можно найти несколько писем от Рейнольда. На концовку они не влияют, однако второе письмо позволяет изготовить специальный эликсир, упрощающий сражение с боссом. На всякий случай отыскать лучше всего все записки, так как они раскрывают завесу тайны над трагедией, случившиеся в данном месте. Итак, войдя внутрь, идем вперед по туннелю. На развилке в более просторной пещере нужно повернуть направо и взобраться на выступ с белым полотном. Не забываем использовать ведьмачье чутье, чтобы находить разные улики. На столе будет фиолетовое свечение. Осмотрите его для нахождения записки Рейнольда, факела и большого глифа Ирдена. На деревянных воротах можно увидеть прибитый к ним листок. Изучите его для нахождения первого письма от Рейнольда. Также можно услышать таинственный голос, который начнет направлять вас. Помоги мне, прошу тебя! Ммм, звучит вполне искренне. Однако, я не советую сразу же следовать за ним, так как в этом случае вы можете упустить некоторые письма. Здесь Геральт впервые сообщит, что было бы неплохо использовать магический светильник, который нам дала Керамец. С помощью него можно видеть духов и различные секреты. В самом помещении вы ничего интересного не найдете, но зато примерно можно представить, что тут вообще происходит. Дальше идем вниз по лестнице. У развилки таинственный голос говорит, чтобы мы повернули направо. Но этого лучше не делать. А если все-таки решитесь, то упустите много интересного. Но добавлю, что если все-таки свернуть и идти до конца до двери, там можно будет найти пятую записку. Но главное, дальше не прыгайте с уступа, иначе начнется бой с боссом. Идем обратно откуда пришли, к развилке, и идем прямо, как если не свернули бы направо. И сразу прямо можно увидеть снова фиолетовое свечение. Тут можно обнаружить третье письмо Рейнольда и Глиф Ирден. Если же вы заберетесь на белый уступ слева, то найдете там сундук, в котором лежат весьма полезные предметы. Возвращаемся к месту, где лежала третья записка. После чего делаем несколько шагов вперед. Если использовать светильник, то можно увидеть духов возле полуразрушенной стены. Его, кстати, можно разломать с помощью арда, а затем изучить скелеты внутри. Место, кстати, наводит жути больше не от окружения, а грамотно подобранных звуков. Ну, прямо какой-то хоррор квест. Выходим из комнаты со скелетами и спускаемся вниз к подсвеченному красному проходу. Продолжаем идти вперед, пока не столкнетесь с инфицированным. Тут запустится небольшой ролик. Идем дальше, пока не окажемся в своеобразной темнице. Можем изучить камеры с использованием светильника, чтобы узнать больше информации о случившихся здесь ужасах. Спустившись вниз, можно зайти в помещение и налево будет уступ. Перепрыгиваем и оказываемся в какой-то типа лаборатории, где в заметке жреца написано, что больные зачинили бунт, а отец Эдгар всех бунтарей утихомирил и решил закрыть шахту вместе с больными. А некий жрец остался с больными, в общем, не без добрых людей среди жрецов Вечного Огня, который стал заботиться о больных людях. Выходим из помещения и перепрыгиваем на другую сторону разрушенного моста. Бежим вперед через открытую решетку и продолжаем идти по туннелю наверх, никуда не сворачивая. Возле разломанной двери, рядом с фиолетовым свечением, вы обнаружите четвертое письмо Рейнольда. Далее разворачиваемся, проходим вперед и выходим к просторной пещере. Впускаемся и смотрим в короткую сцену. Побеждаем нескольких жертв чумы. Судя по всему, этим бывшим больным явно много лет прошло, что-то заставляет их тело жить до сих пор. Разобравшись с противниками, можно зайти в открытое помещение, где читаем записку от отца Эдгара. И в словах жреца есть девиз Геральта, чтобы не допустить большего зла, приходится совершать меньшее. Правда, у Геральта звучит по-иному. Если выбирать между меньшим злом или большим, я предпочту не выбирать вовсе. Это так, такая типа маленькая отсылочка. Итак, поднимаемся на белый выступ, спрыгиваем вниз, сворачиваем влево и выламываем дверь при помощи Арда. В комнате на столе будет второе письмо от Рейнольда. В нем мы также узнаем рецепт одного полезного эликсира, который поможет нам при сражении с Красным Мором. Нужно будет прочитать в бестиаре про Красного Мора и в алхимии создать зелье Рейнольда. И теперь мы готовы к битве. Идем по указателю. Кстати, если вы не сворачивали направо, то тут будет нас ждать вот это самое пятое письмо. Итак, освобождаем ведьмака и смотрим катсцену. И тут перед нами встает выбор, особо не влияющий на концовку. Довериться или же самому выпить эликсир. Если доверимся, он тупо вышвыривает зелье, поэтому чуток посложнее будет бороться с Мором. Во время битвы нужно при 10-15% здоровья Мора использовать Ирден и Арден вышвырнуть из его тела духа, после чего уже добиваем его самого. В общем-то тут есть аж три концовки для бедолаги. Для нейтральной концовки отказываемся приводить парня к Рейнольду. Тот конечно поворчит и скажет, чтобы быстрее сожгли его тело. Рисковать жизнью мальчишки. Слишком долго был один на один с Мором и со своими мыслями. А рассказанное жрецу про зверство вообще не будет иметь никакого эффекта. Все будет твердеть, что нет, жрецы так не могли поступить. Для плохой концовки приводим парень к Рейнольду и выставляем его и поспешников вечного огня виноватыми содеянным. Тот со злостью убивает жреца. И для хорошей концовки снова приводим жреца к ведьмаку. Тут нужно выбрать правильные ответы. В результате Рейнольд сможет уйти с миром в душе. А жрец решит искать свет вечного огня не в церкви, а в другом месте. И хочет обосновать на этом месте лечебницу, которая будет помогать всем нуждающимся, больным, странствующим. Еще есть интересный момент. Если проиграть духу, то тот вселится в нашего ведьмака Геральта и оживит его. Да, такой исход катастрофичен для жителей Велена. Только представьте, что может произойти после такого. Ну и в итоге у нас появится задание найти чертежи забытого снаряжения Школы Волка в Кайр Морхене в библиотеке. Поднимаемся по лестнице и находим чертежи. Собственно их три. Обычные, мастерские и гроссмейстерские. Обычные и мастерские одинаковые, только характеристика чуток отличается. Первая броня это с первого сезона. Вторая соответственно со второго сезона. И к моему удивлению, доспех не вызывает рвоту и блевотину, как допустим, ну сами знаете от каких доспехов меня выворачивает. Эти доспехи Геральта, они даже вписываются в антураж ведьмака. В сериале конечно чуток смотрится нелепо, на Генри Кавилле. А тут, ну конечно, проекты полотали, чуток по размерам поменяли и не выглядит как какие-то картонки. В общем, однозначно буду гонять с этими доспехами. И кстати, ножны для мечей также смотрятся куда прикольнее, чем те, которые были. В общем-то в этом плане в доспехах и мечах все довольно хорошо. Я заранее готовился к самому худшему, увидеть какой-нибудь нелепый доспех. И так, самый охеренный из всего обновления, то это этот квест, с такими вот подгонами. А как вам квест в тени вечного огня и новые доспехи Геральта? А на этом у меня все ребята, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Всем удачи и до скорой встречи!